Добро пожаловать на 266 видеовыпуск И сегодня мы с вами, такой вот нежданчик получился у нас И мы сегодня с вами посмотрим, а что же меня друг прислал в посылке один Представляете, меня недавно на этой неделе друг прислал целую посылку, коробку конфет Вы можете представить, точнее сундук целый с конфетами Это как целое закровище, посмотрите Вот такой чемоданчик, он предназначен для хранения всяких там инструментов Но он очень хороший, насыщенный и много чего, каких подарков он содержит И мы это будем сегодня все с вами обозревать Итак, присаживаемся на сиденье, экраны и поехали Вот так вот в Латвии выглядит почтовое отделение То есть здесь у каждого есть своя кабинка Вы подходите, берете номерок такой специальный И идете в кассе, когда вас будет вызовут ваш номерок Вот, можно здесь купить как картонки, всякие разные коробки Вот, вот здесь неинтересно очень все это выглядит Конечно, вот, что еще здесь И также вы можете встать на очередь электронно Это очень легко сделать Вы просто берете, подходите, скачиваете приложение в Латвия Спас И потом под приложение вы можете встать на очередь электронно То есть вы заходите только-только за своим смартфоном Уже вставая на очередь И уже ваша очередь подходит Мы потом это разберем в отдельном видеокадре Теперь какие укруги должны быть присутствовать при отправлении посылки Если вы хотите, например, отправить посылку какую-нибудь То вам нужно ее взвешивать на вес Здесь, ну, взвешивают посылки И потом за каждый вес, за каждый килограмм вы доплачиваете еще денежку Потом, то есть здесь еще нужно с этого года введен на почту налог специальный Который позволяет вам, то есть вы доплачиваете налог И отправляете посылку или письмо, там, что надо И точно так же получить посылку вы можете точно так же Вам будут нужны специальные документы Которые предоставляют вам такую возможность Паспорт, дальше водительское удостоверение любое Или, там, не знаю, лоббитная карточка Но, скорее всего, больше просят, конечно, паспорт В этом отношении Поэтому я такой услугой не пользуюсь У меня нет паспорта Вот, видите, как люди выходят И с данного учреждения Сейчас заходим с вами в Латвия Спас Вот эта иконка так вот выглядит Итак, здесь вот вы видите сейчас инструкцию Он нас обучает, как нужно этим приложением пользоваться Сейчас мы его пролистаем Так, это уберем Итак, сейчас начнется само приложение откроется Итак, давайте же посмотрим, что оно предлагает Так, тарифный калькулятор здесь есть Дальше Можно встать на очередь Когда мы нажимаем на Встать на очередь Он сначала показывает нам Список почтовых отделений Мы выбираем ближайшее отделение, которое у нас есть В Саласпилсе Оно одно у нас в Саласпилсе И тут также указан рабочий график Насколько данное учреждение работает И теперь мы тему вопроса Какой мы талончик хотим вытащить Нажимаем любой Отправить посылку Нажимаем И сколько минут длится данная очередь у каждого отделения Здесь указано еще справа И сейчас нажимаем на эту кнопку И он показывает нам номер конкретной очереди И здесь кнопка Отклонить билет И отложить на 5 минут Если мы не хотим, например, сидеть в очереди Или отключить это приложение можем Потом, когда приходим на почту Мы уже стоим в очереди И нас уже сразу пропускают Вот почему это такое приложение удобное Сейчас мы отменяем все это приложение И тут калькулятор Видите, как можно стоять на очередь И все остальное Посмотреть посылку Пришла или нет Через Пакомат можно посмотреть Также Очень все интересно Так, посмотрим сейчас Разные деления Сколько километров И вся информация Ну и все Конкретно то, что вам нужно было знать Я уже все рассказал И место Мы можем на карте найти любое отделение И посмотреть, как он работает Так, все Вот Такое вот приложение Мы можем в плей-маркете это скачать Легко и просто Оно облегчает жизнь Два режима То есть нажимаете на кнопку Санинс Супием И вам приходит на смс-сообщение С кодом И вы набираете этот код И потом открывается вот здесь вот ячейка такая Посмотрите И тогда вы получаете посылку бесплатно То есть это вот такая вот услуга Интересная Еще Чтобы отправить Это вы платите вот здесь вот Из считывающего устройства специального Вы заплачиваете Потом указываете Какой город именно на карте И потом Вам приходит такой специальный код Вы его наклеиваете на подссылку И отправляете Потом сюда в ячейку Вкладываете И уходите Все Очень легко и просто Как заказать товар из интернет-магазинов в Покомат Омнива После того, как вы выбрали желаемые товары в интернет-магазине Выберите способ доставки Покомат Вы сможете выбрать себе ближайший Покомат Так как Покоматы Омнива доступны во всех крупнейших городах и регионах Латвии Информацию о прибытии посылки в Покомат Получите по СМС или электронной почте В сообщении будет указан код открытия дверцы С помощью которого сможете открыть дверцу Покомата Свою посылку можете получить в удобное для вас время Потому как Покоматы доступны в любое время суток Для получения посылки подойдите к Покомату Выберите в меню «Получить посылку» И введите код, который был вам отправлен по СМС или электронной почте Дверца шкафчика откроется И вы сможете забрать свою посылку Теперь остается только закрыть дверцу и радоваться своей покупке Омнива – самые удобные доставки Мы сегодня также будем не только Я буду рассказывать историю про каждую пачку шоколадной конфеты Или какие-нибудь сладости будут Я сегодня также буду дегустировать каждую пачку конфет И рассказывать, какие они на вкус Вы можете представить? Я тоже нет Давайте попробуем Первый раз у меня такое, когда я ем что-то Видео на YouTube-канале Так что это эксклюзив Ну что ж, начнем, открываем наш заветный сундучок И посмотрим, что у нас тут есть Ага И первая полуоткутая пачка конфет Это у нас Селго Селго представляет собой очень классное изделие Который делает печенье, всякие разные конфеты А также интересные всякие там сладости Вот, это латвийская фирма, которая очень распространена по всему миру В Европейском Союзе В целом выпускают очень много чего интересного Ну вот Это вот шарики в молочном шоколаде Мы попробуем их Я попробую их на камеру обязательно Он уже половину пачки съел, видите? Ладно, точнее не половину, там даже одна четверть нет Эти пачки там Так, следующий шоколад, который я почти уже оприходовал Это Милка Ну бывает такое, что захотелось поесть Посмотрите Вот что еще Вот такой вот Это со стюлька что ли Или это порошок какой-то, даже не знаю Лайтстик называется Вот, видите? Лайтстик Круто Посмотрим, что это такое Я даже не знаю А, а то мы откроем Дальше идут у меня конфеты Такие ириски обычные Смотрите Это тоже сделано в Латвии Это сделано в Китае По-моему Мейденчайно, да А вот это вот Наши местные Литовские, наверное Да Потому что я Эту пачку, кстати, видел на Литовской заправочной станции Да Они тоже продавались Очень-очень даже заметно Так Вот дальше У меня такая вот игрушка Я не знаю, что это такое Вы можете сказать, что это такое? Я не знаю, что это такое Трестик только Вот Это, наверное, человечка Такого игрушечного пускать Надо остановиться на крышу И Человечка пускать с большой высоты Посмотрите Какая классная штука Вот это да Смотрите Какой подарок Классный Но потом, может быть, испытаем его На камеру В деле Если я найду Какому-нибудь Там, не знаю Крышу То мы Запросто можем Вкусить Данного человечка Так что Ждите видео С летающим Бэтменом Так Что у меня тут Это у нас Хейди Это Шоколадный заяц Но я его оставлю на Пасху Вот Как вы можете видеть Это такой классный Зайчик О Так Дальше Это у нас Такой свиньичек Небольшой Смотрите Такая брошечка Которая Девается На шею И Человек Обретает Такой талисман Смотрите Такой Типа Алмазы Что-то Сделано Красиво Красиво Мне Энзис Из Тиктока Это все Подарил Я ему Очень Благодарен Энзис Паллист Уэлсп Дауэнг Коттман Уздвинай Ну Ральска Смотрите Вот этот Шоколад Лайн Это Международная Шоколад Которую Делает Фирма Нестле Нестле Она распространена Как вы знаете Уже во всех Странах Соединенных Штатах Во всех Ну Не знаю И смотрите Сколько этих Шоколадок На самом деле Я уже Одну От приходу Сначала Посылки Когда я принял Посылочку Смотрите Вот шоколадка Вот шоколадка Это круто Достаточно Вау Так Что дальше А дальше У меня идут Вот такие Вот Даже сначала Я вот тоже Думал Что это Такое Может быть А это Оказывается Посмотрите У меня Тут Разноцветные Наклейки Есть Вот такие Вот Очень Классные Прикольные У меня даже Одна упала Сейчас Потом По нему Вот Смотрите У меня есть Изначимых Вот такой Симпсон На скейте Дальше У меня Есть Фейсбук Наклейка То есть Можно Наклейку Сделать На фейсбуке И написать Никнейм И вот Такая Раз Я Тиктокер Смотрите Хорошо Подобрал Мне Податки Потому Что Я Действительно Тиктокер Фейсбукер И тут Вот Есть Такая Фиолетовая Наклеечка Как Вы можете Видеть Тикток Написан Дальше У нас Идет Что Вот Этот Супермен Супер Ми Я не знаю Я не вижу Какая там Буква Посередине Но Это Бывает Такое Глографические Ошибки Ну А мне Так Все Очень Даже И вот Такие Смайлики Посмотрите Наклеечки Я не знаю Я хожу На курсы Английского У меня Есть Отдельная Тетрадочка Я Даже Знаю Какие Наклейки Потрачу На какую Тетрадку Это Мне Очень Приятно На самом Дель Что Мне Наклейки Подарили Вот Такие Стильные Надеюсь Что Они Не Подведут Все Такие Наклейки Это Такой Символ Который Человек Дает Любой Тетрадки И После Этого Она Обретает Тетрадка Значим Распознательственная Тетрадка Там Например Потеряется То По особой Приметесь С наклейкой Можно Определить Характер Потери Так Ладно Что Говорится Ну Бывайте Разные Итак Давайте Посмотрим Что Следую Так И Вот Еще Один Порошок Такой Который Я Вам Показывал Это В Двойном Жемпляре Таком Смотрите Вот Шоколадка Милка Такая Милка Кстати Это Шоколад Болгарский Поскольку Я В Болгарии Был Два Раза Я Видел Даже Корову Настоящую Но Первый Раз Когда Мы Были В Болгарии Я Не Дал Ничего Никакого Видео Ну Второй Раз А Первый Раз У меня На канале Есть Путешествие Там Где Я Путешествую В Болгарию Так Что Вы Можете Посмотреть На канале Каждое Путешествие Отмечено А вот Это Посмотрите Это Еще Один Такой Полисман Который Надевается На шею И Это Слоновая Кость Вот Виде Такого Клыка Вау Так Это У нас Такие Шоколадные Конфетки Запакованные В виде Зайцев Пасхальные Тоже Неплохо И Вот Опять Такие Там Были Красные Конфетки И Миски А Это Оранжевые И Вот Еще Лайм Ну Вот Пожалуй Это Все Вот Такой Обзор Мы Разобрались С Покупками А Это Даже Смотрите Это Не Просто Конфета А Это Итальянские Конфеты Видите На Упаковке Изображен Флаг Италии Все Таки Экспорт Из Италии В Латвию Есть Он Существует Я Очень Хотел Попробовать Все Конфеты И Мы Сегодня Это Попробуем Я Не Знаю Как Это Сделан Но Давайте Начнем Вот С Такой Штуки Очень Интересно Я Буду Сидеть Возле Камеры И Пробовать Надеюсь Что Я Влезу В кадр Шайки Достаточно Вкусные Но В нем Очень Много Сгучонки А моя мама Как раз Она Противник Любой Сгучонки Она Всереда Мне В детстве В заправке Покупала Шоколадку Сиеста Там Например Которая Наполнила Сгучонкой И Меня Давала Моя мама Не любит Сгучонку Да Поэтому Вот Такие Вот дела Это Я Не буду Открывать Потому Что Это Напад Но Хоть Не знаю Может Стоит Все Так Меня Одну Штучку Размер Чтобы Сказать Вам Вкус Все Так Пасха Католическая Прошла Мы С вами Уже Обозревали Традиции Латышские Пасхи Латышской Пасхи Сейчас Мы Посмотрим Откроем Подарочек Этот Ммм 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 Это Вкусно 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 Напоминает Такой славненький Это Молочный шоколад Обычно Но он Очень вкусный Да Напоминает Молочную реку Не очень Найто Так Милку Я не буду Открывать Это Изъезженная Шоколадка Но Лайн Тоже Знается Ну и Все Пожалуй Тут Нету Ничего Такого Арена На Пасху Оставлю Такого Милого Зайчика Вроде Ничего Неплохой Обзор Получился У нас С вами Ну Риски Эти Конечно Не будут Потому что Я не Не люблю Я такие Я чувец Вот люблю Очень сильно А вот Эта Да Конечно Подкачала Подкачала Ничего Не скажешь Так Ладно И вот Такой Смотрите Как он Несительный Чемоданчик Правда Вот смотрите Какой Обман Все таки Вот Здесь На упаковке Изображен Что Есть Полочка Для Инструментов На самом Деле Здесь Ничего Нет Видите Пусто Это Очень Стран Внутри Это Срабск Отстан Снел Я уснул Это Небольшой Обзор Натлеечки Я потом Сохраню Так Мне очень Понравился А потом В будущем Ждите Обзор Вот На Этого Чувака Мне Очень Интересно Полетит Леон Вообще Или Нет Но Я Могу Взять Просто Штатив Из Дома И Пойти На Саласпилский Пляж Потому Что Это Самое Ветреное Место И Там Где Есть Ветер Мы Запустим С вами Данную Штуку Я вам Обещаю Посмотрим Как он Летит Он Нужен Лететь Очень Быстро По Ветру Я знаю В Саласпилсе Есть Такое Место Поэтому Мы В будущем Испробуем Данного Чемпиона На Самом Деле Саласпилский Пляж Это Один Из Самых Распространенных Пляжей Он Имеет Очень Большую Территорию Поэтому Это Очень Интересно Будете Посмотреть Ну Вот Такой Вот Обзор Закончился Спасибо Большое За Внимание Подписывайтесь Ставьте Лайки А Следующее Видео У меня Будет Уже По Вашим Просьбам У меня Девочка Одна Моя Подписчица Попросила Сделать Видео Про Вакцинацию И То Как В Латвии Проводится Вакцинацию Мы Поедем Наверное Я не знаю Если Договорюсь В центр Специальный По Вакцинированию И возьмем Там Интервью Ну Не знаю Посмотрим Короче В общем Может быть Я просто Расскажу Про Это Дело И Это Дело Больше Не будет Как Я не буду Читать С листа А просто Расскажу Своими Словами Потому Что Я про Это Знаю Не Подаслышки Владив Информации Спасибо Большое Ну Что Начнем Открываем Наш Заветный Сундучок И Посмотрим Что У нас Тут Есть Ага И Первая Полуоткнутая Пачка Конфет Это У нас Селга Селга Представляет Собой Очень Классные Изделия Которые Делают Печенье Всякие Разные Конфеты А Также Интересные Всякие Там Сладости Вот Это Латвийская Фирма Которая Очень Распространена По Всему Миру Европейскому Союзу Солга Выпускает Очень Много Чего Интересного Ну Вот Шарики В Молочном Шоколаде Мы Попробуем Их Я Попробую Их На Камеру Обязательно Он Половину Пачки Съел Блит Ладно Точнее Не половину Там даже Одной Четверти Нет Этой Пачки А Так Тверщий Шоколад Который Я почти Уже Обприходовал Это Милка Ну Бывает Такое Что Захотелось Поесть Посмотрите Вот Что Еще Вот Такой Вот Этого Со Стелька Что Или Это Порошок Какой Даже Не знаю Lightstick Называется Вот Видите Lightstick Круто Посмотрим Что Это Такое Даже Не знаю А Том Откро Так Дальше Идут У меня Конфеты Такие Ириски Обычные Смотрим Это Тоже Сделано В Латвии Это Сделано В Китае По Моему Мейденчайно Да А вот Это Наши Местные Литовские Наверное Да Потому Что Я Эту Пачку Кстати Видел На Литовской Заправочной Станции Да Они Тоже Продавались Очень Очень Даже Заметно Так Вот Дальше У меня Такая Игрушка Я Не знаю Что Это Такое Вы Можете Сказать Что Это Такое Я Не знаю Что Это Такое Как Дестепрока Вот Это Наверное Человечка Такого Игрушечного Пускать Надо Остановиться На Крышу И Человечка Пускать С Большой Соты Посмотрите Какая Классная Штука Вот Это Да Смотрите Какой Подарок Классный Потом Может Испытаем Его На Камеру На Деле Если Я Найду Какому Нибудь Там Не знаю Крышу Мы Запросто Можем Впустить Даного Человечка Так Что Ждите Видео С Летающим Бэтмен Так Что У Меня Тут Это У Нас Хейди Это Шоколадный Заяц Но Я Оставлю На Пасху Вот Как Вы Можете Видеть Это Такой Классный Зайчик Так Дальше Это У Нас Такой Соленирчик Небольшой Смотрите Такая Брошечка Которая Девается На Шею И Человек Обретает Такой Талисман Смотрите Это Такой Типа Алмазы Что Ты Сделал Красиво Красиво Мне Энзис Из Тиктока Это Все Подарил Я Ему Очень Благодарен Энзис Пал Дейст Уэлс Пар Дауэнг Котмэн Уздринай Ну Райц Смотрите Вот Этот Шоколад Лайн Это Международная Шоколад Которая Фирма Стлен Стлен Распространяется Как вы знаете Уже Во всех Странах Соединенных Штатах Во всех Ну Не знаю И смотрите Сколько этих Шоколадок На самом деле Я уже Одну Приходу Сначала Посылки Когда Я принял Посылочку Смотрите Вот Шоколадка Вот Шоколадка Это Круто Достаточно Вау Так Что дальше А дальше У меня Идут Вот Такие Вот Даже Сначала Что Это Такое Может Быть А Это Оказывается Посмотрите У меня Тут Разноцветные Наклейки Есть Вот Такие Вот Очень Классные Прикольные У меня Даже Одна Упала Сейчас Потом По нему Вот Смотрите У меня Есть Изначим Вот Такой Симпсон На скейте Дальше У меня Есть Фейсбук Наклейка То есть Можно Наклейку Сделать На фейсбуке И написать Никнейм И вот Такая Вот Раз Я Тиктокер Посмотрите Хорошо Подобрал Мне Податки Потому Что Я Дисун Тиктокер Фейсбукер И тут Вот Есть Такая Фиолетовая Наклеечка Как Вы Можете Видеть Тикток Написан Дальше У нас Идет Что Вот Этот Супермен Супер Ме Я Не знаю Я Не Вижу Какая Там Буква Посередине Но Это Бывает Такое Глографические Ошибки Ну Наклей Мне Так Все Очень Даже И Вот Такие Смайлики Посмотрите Наклейки Я Не знаю Я Хожу На Курсы Английского У меня Есть Отдельная Тетрадочка Я Даже Знаю Какие Наклейки Потрачу На Какую Тетрадку Это Мне Очень Приятно На Сам Дель Что Мне Наклейки Подарили Вот Такие Вот Стилы Надеюсь Что Они Не Подведут Все Такие Наклейки Это Такой Символ Который Человек Дает Любой Тетрадке И После Этого Она Обретает Тетрадка Значим Какую То И Можно Ее Распознать Из Тетрадка Например Потеряется Что По Субой Примесяц Наклейка Можно Потеря Так Ладно Как Говорится Ну Бывайте Разные Итак Давайте Посмотрим Что Следующее Так И Вот Еще Один Порошок Такой Который Я Вам Показывал Это В Двойном Жемпляре Таком Смотрите Вот Шоколадка Милка Такая Милка Кстати Это Шоколад Болгарский Поскольку Я В Болгарии Был Два Раза Я Видел Даже Корову Настоящую Но Первый Раз Когда Мы Были В Болгарии Я Не Дал Ничего Никакого Видео Второй Раз А Первый Раз У меня На канале Есть Путешествие Там Где Я Путешествую В Болгарию Так Что Вы Можете Посмотреть Мне На канале Каждое Путешествие Отмечено А Вот Это Посмотрите Это Еще Один Такой Талисман Чик Который Надевается На Шею И Это Слоновая Кость Вот Видя Это У нас Такие Шоколадные Конфетки Запакованные В виде Зайцев Пасхальные Тоже Неплохо И Вот Опять Такие Там Были Красные Конфетки И Миски А Это Оранжевые И Вот Еще Лайм Ну Вот Пожалуй Это Все Вот Такой Обзор Так Мы Разобрались Со Покупками А Это Даже Смотрите Это Не Просто Конфета А Это Итальянские Конфеты Видите На Упаковке Изображен Флаг Италии Все Таки Экспорт Из Италии В Латвию Есть Он Существует Я Очень Хотел Попробовать Все Эти Конфеты И Мы Сегодня Это Попробуем Я Не Знаю Как Это Сделан Но Давайте Начнем Вот С Интересно Я Буду Сидеть Возле Камеры И Пробовать Надеюсь Что Я Влезу В Кадр Шайки Достаточно Вкусные Но В нем Очень Много Сгучонки А моя Мама Как раз Она Противник Любой Сгучонки Она Всегда Мне В детстве В заправке Покупала Шоколадку Сиеста Там Например Которая Наполнила Сгучонкой И Меда Мама Не любит Сгучонку Да Поэтому Вот Такие Вот дела Это Я Не буду Открывать Потому Что Это На Пасху Но Хоть Не знаю Может Стоит Все Таки Меня Я Одну Штучку Одну Чтобы Сказать Вам Вкус Все Таки Пасху Католическая Прошла Мы С вами Уже Обозревали Традиции Латышские Пасхи Латышской Пасхи Сейчас Мы Посмотрим Откроем Подарочек Этот Ммм Это Вкусно Вкусно Чем-то Напоминает Такой Славенький Это Молочный Шоколад Обычный Но Он Очень Вкусный Да Напоминает Молочную Реку Не Очень На Это Так Милка Я Не буду Открывать Это Изъезженная Шоколадка Но Лайн Тоже Знается Ну и Все Пожалуй Тут Нет Ничего Такого Арина На Пасху Оставлю Такого Милого Зайчика Вроде Ничего Неплохой Обзор Получился У нас С вами Но Риски Эти Конечно Не будут Потому что Я Не люблю Я такие Я чувец Вот Люблю Очень Сильно А вот Эта Да Конечно Подкачала Подкачала Ничего Не скажешь Так Ладно И вот Такой Смотрите Как он Несительный Чемоданчик Правда Вот Смотрите Какой Обман Все Таки Здесь На упаковке Изображен Что Есть Полочка Для Инструментов А на самом Деле Здесь Ничего Нет Видите Пусто Это Очень Странно Внутри Ту Штуки Так Сейчас Я Это Все Сложу Видите Это Все Складывается Мои Подарочки Мне Очень Понравилось Я им Здесь Балдец Я Свал Лед Лед Сад Балдец Можете В будущем Ждите Обзор На Этого Чувака Мне Очень Интересно Полетит Леон Вообще Или Нет Но Я Могу Взять Штатив Из Дома И Пойти На Саласпелский Пляж Потому Что Это Самое Ветреное Место И Там Где Есть Ветер Мы Запустим С вами Данную Штуку Я Вам Обещаю Посмотрим Как Он Летит Он Нужен Лететь Очень Быстро По Ветру Я Знаю В Саласпелсе Есть Такое Место Поэтому Мы В Будущем Испробуем Данного Чемпиона На Самом Деле Саласпелский Пляж Это Один Из Самых Распространенных Пляжей Он Имеет Очень Большую Территорию Поэтому Это Очень Интересно Будете Посмотреть Ну Вот Такой Обзор Закончился Спасибо Большое За Внимание Подписывайтесь Ставьте Лайки А Следующее Видео У меня Будет Уже По Вашим Просьбам У меня Девочка Одна Моя Подписчица Попросила Сделать Видео Про Вакцинацию И То Как В Латвии Проводят Вакцинацию Мы Поедем Наверное Я не знаю Если Договорюсь В центр Специальный По Вакцинированию И возьмем Там Интервью Ну Не знаю Посмотрим Короче В общем Может Быть Я просто Расскажу Про Это Дело И Это Дело Больше Не будет Как Я не буду Читать С листа А просто Расскажу Своими Словами Потому Что Я про Это Знаю Не Подослышки Володя Информации Спасибо большое Поднялся Так Почти Получилось Я Поднялся Есть Рыночек Такой Небольшой Там Мне Можно Купить Березовый Сок Я Вот Купил Березовый Сок За 2 Евро За 250 Бутылка Такая Большая Бутыль Зало 4 Евро Бутылка